Тут загадка Жека Фреско. Проход мы освободили, а как попасть в замок? Три варианта ответа. Через главный проход, который мы открыли, через задний проход под замком, через крышу на самом верху. И угадали те, кто выбрали крышу. Видно, жизнь самурая не позволяет все упрощать, а напротив усложняет даже самые простые вещи. И тут, конечно, были две проблемы. Вот первая. А вот вторая. Имбовые монахи-охранники не пропускали меня, а забивали толпой в узком коридоре. Все-таки я вычислил, где у них можно обговорить с главным. С тем самым, что охраняет последний проход генетира. Мне показалось немного странным, что лидер от целого самурайского клана охраняет несколько полуголых дедов в пижамах. И тут, конечно, могут возникнуть проблемы, если ты не успеваешь за этим ошалевым дедом, или он быстро настакивает тебе концентрацию. Ну или ты просто забыл, как парировать дважды подряд. Ну, я худо-бедно справлюсь. Ну, я худо-бедно справлюсь. Ну, я худо-бедно справлюсь. И на крыше меня ждет он. Мечта всех детей самураев. Генетира Асина. Непутевый внук и самоуверенный негодяй. Малой тоже при нем. Начинается кинематографичная и немая сцена. Он говорит, мол, я не знаю, как пользоваться малым и стать бессмертным. Ну, и просто так его я тебе не отдам. Зачем, спрашивается, столько лет за ним гонялся? Чтобы он был как запасной вариант? Генетира очень харизматичный и вызывает трепет и уважение. Он уверен в себе, расчетлив. Каждый его шаг спланирован. Но между тем, он не боится смерти и не боится умереть во имя своих идеалов. Он не крыса, бьющая в спину, и не самоубийца, который рвется в бой первым. Его действия последовательны, и у него есть свои запасные варианты. С нашей первой встречи между ним и Секиро видна химия и взаимосвязь, как у Данте и Вергилия с Devil May Cry. Генетира, как твой младший брат, который постоянно косячит, но которого ты все равно не перестаешь уважать и любить, несмотря на поступки. И тут начинается лучший в истории игры Boss Fight, который я запомнил на всю жизнь. И, разбудив меня ночью, я всегда смогу отбить его длинную комбуку с закрытыми глазами. От этого боя, что тогда, что сейчас у меня горела душа и било сердце. Этот бой с Генетира выглядит как невероятно красивый и зрелищный танец, в котором идеален каждый элемент и выверено каждое движение. От его длинной комбы и выпадов до выстрелов из лука, удара по дуге и кувырку с ударом под конец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он получает катаной в сердце. И тут начинается то, от чего, проходя впервые, я получил инфаркт, потому что титаническим трудом минут за 10 добирался до этой фазы. Кинотира оголяет тело, все сожженное и обугленное в ужасных шрамах. Он не просто не умирает от тяжелейших полученных ударов, он становится еще живее и сильнее. И к его старым ударам добавились смертельные удары молниями. Это те самые запрещенные секретные приемы школы Томоя, что он изучал в течение долгого времени. И тут в начале я уже расслабился, забыл про выпад и получил по лицу. Но быстро я реабилитировался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда я проходил впервые, его молнии повергли меня в настоящий шок. Как их парировать, я естественно не знал и не догадывался, потому что не удосужился прочитать записку снизу. И любые его молнииные удары быстро убивали меня. Это уже потом, раза сотого, я узнал, что их можно отбивать. Достаточно пару секунд подождать и не парировать до получения молнии. Во время нашей битвы я очень боялся, что он погибнет и мы больше с ним не увидимся. Потому что по красоте и зрелищности, лично для меня, этот бой всегда на первом месте. Два года назад этот молодой казался мне непобедимым. И спустя десятки неудачных попыток, казалось, что чтобы его победить, нужны нереальные способности. Но все оказалось гораздо проще, все удары простые, от всех можно вернуться или парировать. В этот раз я был гораздо увереннее и подготовленнее, и начал быстро парировать и загонять его в угол. Что кстати благотворно действует на большинство боссов, потому что если не прессовать первым, они перехватывают инициативу и бой уже идет по их правилам. Уже под конец я начал придуриваться и поддаваться, что называется дал фору. Но несмотря на это, выиграл. Вроде бы все, мы победили, наследник спасен, генетир освалил зализывать раны. Можно выдыхать и праздновать, но не все так просто. Млой говорит, что хочет отказаться от своего дара к исцелению, из-за чего начинается вторая, самая хардкорная, интересная и насыщенная часть игры. Разумеется, разрушить такой древний божественный дар очень тяжело, и придется пройти немало испытаний и лишений, чтобы все получилось. От нахождения волшебного меча бессмертных в древнем храме в чертогах разума и поиска волшебного цветка, которого охраняет великий змей и обезьяна страж, до отбирания у бати волшебной веточки и забирания слез у небесного дракона. А обо всем этом мы поговорим уже в следующей финальной серии. Обязательно напишите в комментариях, какой босс вам дался сложнее всего, какой больше всего полюбился и как в целом вы относитесь к Секиро. Если хотели, то почему не поиграли, если поиграли, что понравилось больше всего. Это видео выходит 7 ноября, спустя ровно 2 года, как я познакомился с этим шедевром впервые. Субтитры сделал DimaTorzok